Те из нас, кто в детстве застал стеклянные градусники с ртутью, помнят, сколько их было разбито только в их квартире. Эти градусники, как чеховское ружье на стене, как бы крепко ты его не держал при встряхивании, обязательно когда-нибудь выскользнет из руки и, упав на пол, разобьется. Многие играли этими блестящими и юркими шариками, которые, катаясь по полу, могли раскатиться на множество мелких, но затем их легко можно было собрать опять в один плоский блин. Их трогали руками, дыша над ними. При этом никто не вызывал команду по обезвреживанию помещения, так как это грозило полной утратой внешнего вида квартиры. Так же, как и в случае с дизентерией, когда все жилье поливали желтой жидкостью, которую не забелишь. Вся дезактивация квартиры сводилась к тому, что ртуть собирали на совок или лист бумаги и спускали в унитаз или раковину. При этом не учитывались мелкие шарики ртути, которые проскочили между половицами под пол или закатились под плинтус. Посмотрите на старые пятиэтажные хрущевки. В каждой квартире разбито по 5-10 градусников. Часть ртути осталась под полами. По идее, эти микрорайоны должны стремительно вымирать. А вокруг них надо делать 15-километровую зону отчуждения, как в Чернобыле. Но ничего подобного не происходит. Люди живут, едят, ходят на работу. Дети на полу играют в свои игрушки. Конечно, ртуть, вступая в определенные соединения, становится невероятно токсичной. Вода из-под крана, в соединении с хлором и фтором, тоже очень вредна для здоровья. Только вода-то здесь при чем? Так зачем из ртути сделали образ врага? Давайте разберемся. Как написано в Википедии и других научных изданиях, пары ртути, в алхимии, называемой меркурием, чрезвычайно ядовиты. Но есть много видео, где люди трогают ртуть руками и даже набирают в рот. Был случай, когда мужчина проглотил 220 грамм ртути и остался жив. Если бы он проглотил столько же соли, то непременно бы умер. Соль, конечно, тоже называют белой смертью, но в список запрещенных к использованию в быту веществ не вносят. Многие мальчишки в детстве мечтали о ноже, в котором внутри лезвия был просверлен канал, наполненный ртутью. Легенда, передаваемая в кругу друзей, гласила, что такой нож всегда втыкался после любого броска. Еще тише рассказывали между собой про ртутную антенну, которая может поймать любой сигнал с любого расстояния. Но делать такую антенну нельзя, а то заберут в КГБ. Недавно один любитель-изобретатель сделал антенну, наполненную ртутью. Она действительно усиливала сигнал. В 90-х годах Спартак Михайлович Поляков сконструировал вихревой инерционный двигатель, в котором по спиральным каналам, расположенным в замкнутом пространстве, разгонялась жидкая ртуть. При этом создавалась хоть и небольшая, в несколько килограмм вертикальная тяга. Есть эксперименты, где такой же эффект получают при помощи простой катушки. Много роликов, где ртуть при подаче напряжения начинает вращаться. Взаимодействие звука и ртути тоже интересно. При подаче звука с разными частотами меняется форма шарика ртути. Вспомните о звездных крепостях. Простая батарейка с двумя магнитами на концах, положенная на поверхность ртути, крутится по кругу или плывет целенаправленно, в зависимости от того, как установлены магниты. Также в ртути невозможно утопить тяжеленную наковальню. И не стоит выливать большое количество ртути в унитаз. От такой проблемы вам потом не избавиться. Ртуть не смывается и остается в унитазе. Еще в советское время в каждой аптеке можно было купить ртутную мазь, которая применялась от вшей. А стоматологи ставили пломбы, в состав которых входила ртуть. Еще говорят, что есть красная ртуть. Но, наверное, это фейк. Хотя статью за красную ртуть получить можно. Сама ртуть добывается из минерала сульфида ртути. Еще этот минерал называют киноварь. Его добывали для производства краски и лекарств еще с древнейших времен. Есть два способа получения ртути. Методом дистилляции или простым расплавлением кристаллов. Не надо забывать, что ртуть применяется при добыче золота, так как она способна при смачивании золота образовывать с ним сплав. Таким образом, из золотой руды вытягивают золото. После чего сплав золота и ртути отжигают, получая чистое золото. Способность ртути образовывать сплавы с различными металлами называют амальгацией. Древние алхимики считали, что из ртути или с ее помощью можно добывать золото. Существует множество алхимических трактатов, где описаны действия, необходимые для этого. Можно, конечно, посмеяться над глупыми алхимиками, хотя приставка «ал» в древнерусском языке, которая потом перешла в английский как «ол», означает «весь, все». Вспомните слова «алтай», «алтарь». То есть алхимия – это вся химия. А вот нынешняя химия – это только ее часть. Да и не совсем понятная часть. Видимо, алхимикам не удалось договориться с физиками, поэтому у химиков свободные электроны – это стабильные, которые и определяют валентность. У физиков свободные электроны – нестабильные, и чуть что – сразу куда-то бегут, образуя электрический ток. Причем бегут бесконечно, никак не кончаясь. Добавим сюда, что электронов еще никто и никогда не видел. А модель строения атома, выдвинутая резерфордом, так и остается моделью. Вот мнение профессионалов. Копылов Игорь Петрович. Под его редакцией вышел учебник для студентов вузов «Проектирование электрических машин». Определять четко, что такое электричество в настоящее время не следует. И если сделать вывод, то сегодня мы четкого определения понятия электричеству дать не можем. Есть еще один специалист по электричеству – Никола Тесла. Вот его слова. «Прошло 80 лет, и я по-прежнему задаю себе этот же вопрос, что такое электричество, но не в состоянии ответить на него». В конце 60-х годов в Киевском политехническом институте кафедру ионных приборов возглавлял специалист союзного уровня профессор Вишневский. В своей заключительной лекции он рассказал про то, что вместе с некоторыми приборами от нас в небытие уходят так и нерешенные научно-технические загадки. В качестве примера он назвал известные специалистом силовые ртутные выпрямители – игнетроны. Это тяжеловатая, сотня или более килограммов, немаленькая, в рост человека как минимум, стеклянная вещь. В ней, в зависимости от мощности, находятся от нескольких килограммов до нескольких пудов металлической ртути. Ионные процессы, которые осуществлялись в игнетроне, позволяли выпрямлять сток до нескольких сотен ампер при напряжении в несколько десятков тысяч вольт. Физическая основа действия игнетрона – так называемая автоэлектронная эмиссия. Снаружи это выглядит как яркое пятнышко, которое хаотически бегает по поверхности ртутной массы. Так называемая работа выхода, то есть энергия, которая необходима электронам для отрыва от катода ртутной массы. При этом в десятки или даже сотни раз меньше на поверхности пятнышка, чем за его пределами. Вот, казалось бы, и все. Подробности интересны только профессионалам. Именно так говорилось в книжках по данному вопросу. И только на последней лекции профессор Вишневский честно и открыто признался, что игнетроны – это таинственная штука, которая работает абсолютно не так, как об этом повествуют учебники. Потому что, будучи профессионалом-исследователем, а не потребителем изделия, Вишневский с сотрудниками кафедры изменили однажды конструкцию игнетрона. Это изменение конструкции позволило сделать вывод, что процессы выпрямления тока не связаны с наличием пятна автоэлектронной эмиссии. Это означало, что основной физический процесс, который обеспечивал работу игнетронов, а они до внедрения полупроводников-выпрямителей отработали людям почти 40 лет, был и остается абсолютно непонятным. А раз этот процесс им был непонятен, то как они сконструировали его? Или, может, просто скопировали с чего-то? После этого вряд ли можно смеяться над глупыми алхимиками, если мы сами не понимаем всех процессов, происходящих вокруг. То, что ртуть усиливает приток эфира, мы уже поняли по экспериментам с антенной. Но у нее есть еще одно качество. В древних документах описано множество устройств, имеющих двигатели на основе использования ртути. В индийских ведах описаны вайтмары для межзвездных перелетов, которые вмещали в себя 144 вайтманы, предназначенных для полетов в околоземном пространстве. Все они использовали двигатели, работающие на ртути. Значит, существуют определенные условия, при которых ртуть превращается в мощный насос, наподобие водометного двигателя, который прокачивает через себя эфир и заставляет двигаться любой корабль в любом направлении и с любой скоростью. При этом силы инерции, которая убила бы экипаж при таких резких поворотах, отсутствуют. Вспомним опять про игнетроны. Оказывается, что изначально эти игнетроны стояли для выпрямления тока во всех городах, где работали трамваи и метро. Игнетроны очень хорошо защищены от обратного пробоя и выдают десятки тысяч вольт напряжения и сотни ампер тока. Учитывая, что метро в Москве было построено с нуля до пуска за 18 месяцев, то возникает вопрос, когда и где успели наделать игнетронов для его питания? При том, что не понимали и не понимают до сих пор принцип его работы. Более вероятно, что когда захватчики пришли, все уже было построено. Видимо, часть инфраструктуры была разрушена, в том числе и питание этих игнетронов. Пришлось какое-то время таскать трамваи лошадьми. Потом, когда появилась возможность после запуска электростанций, то стали откапывать метро, и трамваи поехали сами. Так чем не угодила ртуть правителям Земли? Всем удачи!